Девушки отдыхают 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 идите воюйте там давай идите чо вы не идете воевать закон о мобилизации смотрите он и пацанов собирают по 18 год вам сколько лет что вы тут делаете не пускают человеку полубчать приписное они просто скопом татьяне скоп это мой родной сын я инвалид понимаете один сын у меня там служит так вот ему надо получить приписное а вот и не пускают и начинают сразу нападать вот так хоп а я вроде вышел карманчики что по карманам лазать я объясняю я инвалид надо человека приписать да ну як ну мы ж батьки привели узнай что буду казать дитине давайте мы так что вы будете пожалуйста да начальник металлургина долгинцевского районного территориального центру комплектования социальной поддержки подполковник бойко олександр очень приятно военком очень приятно 20 роков ему во сколько он должен был получить приписное посвящение а во сколько я вам сейчас рассказываю мама его уехала в польшу подожди увезла его приписное я вам говорю он получил его я спрашиваю его получил вы частное лицо вы частное лицо я обеспеч32 вы государство выиграл он получил да ему надо сделать дубликат а где оно есть а я же вам только что объясняли что и не хочет мне это чуть не могу мама уехала в польшу так как она присылает по логе она присылает особычай не не да нет а так что грамотный пока на месте никуда Войнобилеты, кто же им военнообвязан? Я, я тоже. Вот вам только что обещали. 65. Как? А меня не брали еще, потому что я офицер, потому что есть опыт, больше чем у вас. И меня не взяли. А когда вы знаете, сколько у меня досуг? 20 лет. 20 лет. У меня? 28. 28. И меня сколько? Вот зачем мы начинаем с того, что вы сейчас себя ставите выше всех? Не понял, вы находитесь за нашу территорию. Скажите, а вы меня не можете взять. Согласно закону, 60 лет вы уже не военнообвязан. Да есть вообще человек не военнообвязан? Если вы не военнообвязан. Вы закон о мобилизации читали? Что там написано? Вы меня сейчас не будете меня тестовать? Да я вас не буду учить, я вам закон говорю. Вы что, против закона? Вы меня тестовать будете? Алло. Здравствуйте. Я с вами созванивался. Значит, помните, я вам сказал насчет сына. Надо приписное. Тут это самый не пропускают нас. Я привил сына. Смотрите, мой сын приходил сюда. Тут подняли скандал. Где ты был раньше, где ты был вчера, где ты был позавчера, женщина. И вот когда я связался со всеми людьми, и с полкомом, и с полицией. Все говорят, да, там действительно очень берут на себя много. Я с вами созванивался, вы говорите, пожалуйста, приходите. Я говорю спасибо. Мы придем. Вот мы пришли. Ему 20 лет исполнилось. Ему надо на работу, я инвалид. Надо, чтобы он за мной... Да. Да, пожалуйста. Костьяник. Вы поняли, крыса? Да. Все, сейчас запустим. На, держи. Держи. Там все, там уже запускают, говорит, по рации. Да. Что надо для чего-то подделать? Все зачехать. Вот эти кипи, что насадить? Проходим. Куда? Вот стройки. На стройки. Вот, бачите, как хорошо. Что для этого надо было сделать? Ну, хотя бы, чтобы нам сказали, что нужно было. Та надо доверять всему, не буду больных. Шановные, вы військовозобовязаны? Я спитал вас. Вчера. А что вы кричите? Я громко, чтобы вы меня почували. Речь не идет. Вы ему сейчас юридическую помощь даете по закону? Вы військовозобовязаны? Да. Да. Вы військовозобовязаны? Да. Да, я инвалид и військовозобовязанный. Я иду с ним. Вы его не пускаете? В військовообликовый документ. Для чего он вам? Или военный квиток? Это сырний въезжих лиц или вас? Вы в полномоченного особ USB. Я начальник этого центра. Документ покази. Ну они как знаменит, пожалуйста,aaa Висково-обликовые документы Только что подсказали, позвонили Покажи документы Документ покажи Вы сейчас препятствовали моей противодиалии Это вам от 3 до 8 лет Вы знаете, злочин военный Во время войны все какие-то злочины происходят по военному Пишите в Висково-обликовые документы Вам не нужен в Висково-обликовые документы Сейчас, сейчас Смотрите сюда, смотрите Я вас сделаю звездами Сейчас идет прямой эфир Сейчас вас бачит вся Украина Бачит вся Украина вас Представьте, что вы Кто вы? Чего вы вышли? Кто вы? Кто вы? Скажите, пожалуйста Почему вы вздеваетесь над детьми? Конкретно я? Почему вы вздеваетесь над детьми? Пошли сюда, выйдем сейчас, идем Алло, мне, пожалуйста, опер-группу Место Кривый Рег А тут, я понимаю, нападение на гражданских людей с автоматами 426 статья Уголовного кодекса От 3 до 8 лет Я правозахисник и журналист Значит, привив я сюда сына Получить приписное свидетельство Подождите, пожалуйста, какая улица? В улице, тут бывший военкомат Какая у вас улица? Вы тут у меня уже были в поле зрения Не один раз Какая улица? Идем, выходим, где? А то вы будете снимать, знаете, покажете Вот это сейчас Вот это сейчас Уголовно Я вас сделаю звездой Оце военком Того военкома уже посадили, який тут был Что папа тесь его самогоном торговал Не в кусах? Вы не чувствуете? Я сделаю журналистские расследования для вас Что вы тут робите, инвалиды? Вы инвалиды вообще? Что вы тут делаете? Закон о мобилизации вы знаете? Или вы не знаете? Вы не знаете? Вы не знаете, вы не знаете А я сейчас зайду еще сюда Счастливо Я тут буду на углу сидеть, вас всех снимать Снимать, что ты выбрешься? И ты служи, ты мне служит Да, да, сейчас какая улица тут Да, да, да Как улица называется? Вадима Горова Вадима Горова Спасибо Да Вы увидели, что делает военкомат? Это Долгинсовско-металлургический, города Кривого Рога Это люди в рыбацкой одежде Потому что у них никаких опознавательных знаков нет Этот военком, как он представился, я тут киривных Ты почему по гражданке? Второй по гражданке пришел Что вы там делаете кучами Закон о мобилизации Четко, ясно прописано Кто должен От 18 до 27 лет Призыва нету На срочную службу Нету Только контрактники Сперва надо Заключить договор Контракт И только после этого Вы даете направление На медицинскую комиссию Бегунок называется А то получается Иди медкомиссию пройди А потом уже Если ты прошел медкомиссию Значит ты сам пришел Понимаете? Я принес медкомиссию И тогда я начинаю расписываться А расписываюсь я уже за все Вы поняли? Что они творят? Вам денюжки за каждого человека нужно За каждого ребенка Вы получаете деньги Вот вы привели их И вы сразу бабки получаете Что вы там делаете толпой? Что вы там роботы с автоматом? И вы находитесь в громаде Женевская конвенция Запрещает военнослужащим Находиться на территории Там где находятся гражданские Это военный злочин Вы знаете или нет? Занимается военная прокуратура СБУ И ДБР Полиция не занимается Это я опять же говорю Тем тем обороновцам Который есть дубовик В саксаганском райотделе Дуб Знаешь что такое дуб? В Японии Так вот для тебя У тебя фамилия Дуб Так вот Ты не имел права этого делать Ты должен был что? Передать по направлению Военную прокуратуру Ты усек? Все Смотрим продолжение Третью часть Так вот вы обратите внимание Как этот начальник Военком кричал Вызывайте двойку Вызывайте двойку Это полицию Вы поняли? Полицию Вызывайте А документы Когда я сказал Где твои документы? У меня в столе документы Так может и не бойко Может и пассажир Где-то с улицы зашел С троллейбуса Обыкновенный Как и мы все Чего же документы Не носишь в кармане? Как это так? Ты вышел Значит ты был тогда Неуполномоченный Понимаете? Если у него нету документов Нету реестра Он не показал Что он Уполномоченный Нету у него Доверенности Это человек Скандалист Опа Все Бойко Я на тебя начинаю рыть Я видел Как ты звонил А там туда Отошел С другим Знаешь Написано СБУ Чтоб ты понял В эти дела Не вмешиваются Им нельзя Это Гражданские дела Я тебе еще раз повторяю Военная прокуратура ДБР А СБУ Суда уже не идет Это про злочины Про военные А там Может быть и да Но это уже Надо смотреть в законе Так что Ты нарушил Что? Злочин Военный Волонный кодекс Чу-чу Для улучшения Вашей видимости На ютуб канале Принимаем помощь Хоть маленькую копейку Реквизит в описании под видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok